Виктор, я вас приветствую. Первый он совершенно предсказуемый вопрос. Всем известна экранизация, блестящая. Виталий Мельникова вы имеете в виду. Да, когда исполнитель главной роли, Евгений Леонов, просто образ этот отпечатал отца. Сарафанова, да. Вы наверняка будете выстраивать что-то абсолютно непохожее. Расскажите, как вы будете. А зачем же я вам буду рассказывать? Я лучше вам предысторюсь. Я не буду как Петя Мамонов интригу плести, потому что вы правы. Пьеса Вампилова «Старший сын», она известна по фильму Виталия Мельникова, кстати, мною любимого режиссера, старейшего нашего режиссера. Я же у него играл Павла Первого, я генерал «Гады бьеврага». И, конечно, я его даже в Петербурге приглашал на премьеру, не знаю, приходил ли. Дело в том, что мне с самого начала сказали, хочешь соревноваться с Леоновым. Я сказал, нет, я не буду с ним соревноваться, потому что я буду лучше его. Потому что наглый, бессовестный вопрос и провоцирует меня на самонадеянный ответ. И я не стесняюсь и не боюсь этого, потому что пьеса Вампилова, она гениальна в своей простоте, и вот в этой простоте она и отрывается от ботовизма, от земли. И в ней настолько большая, мощная история человеческой личности. И если у Евгения Леонова, а зрители, миллионы зрителей знают эту картину и любят ее часто показывать, он там приземленный, он там пришибленный, он забитый, пьющий, какой-то потерянный, то у меня он возвышенный, он у меня странный. Потому что в пьесе, друзья, есть фраза, Дим, здравствуй, блаженный, как живешь, блаженный, аккуратнее, блаженный. Жена, которая ушла от него, оставив его с двумя маленькими детьми, обзывала его блаженным. Извините, это есть в пьесе, а в фильме этого нет. Я Вам говорю сейчас о пьесе. Хорошо. Мало того, он всю жизнь писал симфонию под названием «Все люди-братья». Эта тема тоже плохо звучит в кинофильме. А я на это с режиссером Павлом Сафоновым обратил внимание, потому что он всю жизнь неудавшийся якобы музыкант, кларнетист. Это он так сказал. Это люди его тыркали мордой об стол, об землю, об дерьму. И он вроде как бы подчинялся этому унижению, но он в себе был талантлив и понимал, что он на что-то способен. Но обстоятельства складываются не так, как ему хотелось бы. Судьба не помогает ему. И мне кажется, я придумал его не от головы, а из драматургии Вампилова, когда он писал ораторию «Все люди-братья», и дочка скажет Бусыгину, он всю жизнь пишет эту ораторию и написал всего одну страницу. Это она ему сказала. Она говорила в момент влюбленности в этого человека, который якобы ей брат, но ей странно, почему она вдруг влюбилась в этого неожиданно появившегося человека. И для себя я определил. Он написал ораторию. Она у него спрятана там, в люльке детской, в которой он вырастил своих детей. У нас много будет неожиданного. Я хочу Вам сказать, в чем радость, и почему я так легко отозвался на Ваше приглашение. Не потому, чтобы рекламировать старшего сына. Не приходите, не ходите. Спектаклей в Москве огромное количество. Но тот, кто придет на старший сын, он получит катарсис. Он ощутит катарсис. И получит такое наслаждение смотреть, казалось бы, семейную историю. Жил-был человек, и были, был у него двое детей. Ниночка и Васенька. И вдруг в их дверь, в дверь их дома постучались молодые некие люди. И сказали один из них, я твой сын. И вот история-то мировая, голливудская, можно сказать, и вечная тема заблуждения, тема приобретения, тема мужества, и самое главное, конечно, все прощения, тема сиротства. А это немножко сейчас звучит демагогично, неинтересно, несолено. Но, тем не менее, хочу вам сказать, у нас спектакль настолько неожиданный, что люди, приготовившись, смеяться, вдруг, что такое, опять готовятся поплакать, а вдруг приходится смеяться. Не думаю, что мы специально сочиняли историю с великолепной компанией актеров. Я не еще скажу, специально придумали на подребу публики, потому что Вампилов нам предложил чудодейственную историю, которая будет понятна всем. И радость моя в том, открываю вам секреты. Первое. Трудный был путь к зрителям этой постановки, хотя с Павлом Сафоном я давно уже сотрудничаю, и мы когда-то делали «Сны Раскольникова», и «Тартюф» идет, спектакль на «Малой Бронной», тоже Павла Сафона. Я играю «Тартюфа» с огромным успехом. И здесь Женя Цыганов, Женя... Ой, у нас тут от них Жень столько, что загадывай, желание не загадаешь. И Женя Крежды, Женя Пронин, Женя Цыганов, у нас Женя Панфилова художник-постановщик и по костюму художник. Жень огромное количество. Так вот, понимаете, Агриппина Стеклова, Василий Симонов, кто там еще, Рома Поланский, то есть компания настолько душевная, и первое, на мой взгляд, событие для этого спектакля, мы одновременно сыграли премьеру и в Москве, и в Петербурге. И вот только-только я сегодня прилетел из Архангельска, и мы и в провинции его показали, и вот этот треугольник Москва, Питер и российский город Архангельск продемонстрировал нам неравнодушие, неспокойствие разного зрителя, и умного, и простого, если можно так выразиться, не оскорбляя, не унижая никого, и грамотного, начитанного, и просто людей, любящих театр, принимает очень неплохо. И, признаюсь вам, уже от себя Витя Сухорукова. Эта роль Сарафанова, тоже получив ее, как бы, вот мне просигнализировал человек, говорит, пойдем. А кто просигнализировал? Паш Сафонов. Сарафанов. А в это время уже в Москве витали, в воздухе витала эта тема, эта пьеса, и уже были у меня как бы позывы на эту роль, на эту пьесу. Да, просто Паша Сафонов успел, опередил. Не буду называть тех, кто хотел это сделать, но так сложились обстоятельства. Есть вещи, которые неудобны сейчас даже говорить по телевидению, потому что импресарио театрального агентства «Свободная сцена», где мы это и поставили, «Элина об этом мне в Иерусалиме сказала». А я говорю, «Боже мой, а мы уже репетируем». Она аж ахнула, как одновременно в разных местах думали о том, как бы Сухорукову предложить роль Сарафанова. И завершу я этот культ личностный монолог тем, что этой ролью я себя так придумал, наверное, я завершаю какой-то этап в жизни и перешагиваю на территорию в своей жизни под названием «Зрелость». Вот такое ощущение, что это последнее мое пристанище. Но вы говорили, что ваше последнее пристанище, когда вы переехали как раз из помянутого города Питера в город Москву. Вы тогда говорили, что вот это есть этап. А тут я говорю о творчестве, театральном творчестве. А так это было бытовое взросление? Да, да. Как, я вернулся домой, я вернулся, в мой город знакомый до слез, до прожилок и так далее. Вот. И поэтому, мне кажется, я этой роли многих удивлю. Я и сам себе удивляюсь. Ну, вы вообще, это ваша функция удивлять ролями. Ну, вот это удивительно, кстати, еще одно ваше качество, что вы можете инициировать какие-то флюиды. То есть вы думаете о роли, и режиссер вам ее предлагает. А какой роли вы еще думаете? Вот есть у вас, вы можете сейчас послать уже просто не флюид, а в эфир, по желанию сыграть какую-нибудь роль? Нет, дело в том, что это неинтересно, потому что, если бы мне было бы 18 лет, или я закончил институт, или я набирал бы какой-то звездной болезни, я мог сказать, хочу это, хочу это. Я в том возрасте, когда, мне не важно, как назовут меня, какое имя мне предложат, главное, чтобы мне было интересно. Мне сегодня нужна история, а не роль. Мне сегодня нужна компания, а не мое эго. Мне сегодня нужен сюжет, чтобы в нем было заложено слово «вдруг». Метаморфоза, перевоплощение, превращение, препарирование. Вот это мне сегодня интересно. А как это будет называться? Мне это не важно. Поэтому вы приходите на старшего сына, друзья. Ой, я вам сейчас еще одну вещь скажу. Дело в том, что мы начали с Евгения Леонова. Конечно, я его обожаю, я его люблю. И почему я так нагло сказал, что я сыграю лучше? Да не лучше, другого. И вы не поверите, после очередного спектакля именно в Петербурге мне одна женщина, серьезный человек, написала именно о том, что она не могла представить, что Сарафанову можно играть по-другому, нежели как сыграл его блистательный Евгений Леонов. И она была ошеломлена решением моего Сарафанова мною и режиссером Сарафановым. И чем я очень горжусь, я это в интригу заплетаю. Ну, в данном случае. А какой роли я мечтаю? Я мечтаю сегодня просто быть в строю. Потому что тут вот совсем недавно меня одолели звонки. Какая-то дура написала в газете «На Сухорукове поставили крест!» И вот он теперь никому не нужен, а по телевизору бегают его какие-то там двойники. Потому что... Это кто имелся в виду? В двойнике это кто имелся в виду? А я не знаю. Бритоголовых-то полно сейчас на экране. Но это не значит, что они под меня там косят все. Вот я понял, вот откуда растут ноги. Потому что я перед встречей в Фейсбуке написал, что у нас будет прямой эфир. Попросил помочь с вопросами. И Ксения Ларина, она передает вам привет. Она говорит, ну он замечательный был. Влашу все знают. Вы его не обижаете в презумпции того, что мы, значит, журналюги, злобные, только и мечтаем, значит, обидеть Сухорукова. Теперь я понял, откуда это взялось. Значит, вас обидели коллеги, поставив на вас... Нет, да нельзя обидеть. Ну как, артисту можно обидеть как раз. Я вам скажу, я, может быть, немножечко кокетливо переформатирую. Не обижают. Они заставляют меня удивляться. И так-то удивлений много. А еще удивляют враньем. Какой-то неправильностью. Какой-то нечестностью. И я задумываюсь, почему главные редакторы платят деньги, или они, может, бесплатно работают. За вранье. За вранье платить не надо. Понимаете, у меня сегодня... Да, в кино я немножко скромнее существую. Но у меня такой ренессанс на театральной сцене. У меня и Алексей Толстой в театре Моссовета. У меня Тартюв Набронный. Сейчас Олег Меншиков восстанавливает, там, мажет, красит театр Ермоловый. И он переносит свои спектакли на сцену Ермолу. Я играю там игроки. Аж две роли. Сейчас вот старший сын Вампилова, свободная сцена. Репетируй Парфири Петровича преступление и наказание. Люди! Давайте мне эти кресты, и я их понесу. Я найду дороги. Куда нести эти кресты? Не упадем и не прогнемся. Вы знаете, что меня... Вы сказали, что вы удивляетесь. Что меня удивляет? Я, может, кричу сильно. Нормально. Мы же в прямом эфире, поэтому так и надо. И, кстати, мы в прямом эфире, поэтому вы можете говорить все, что угодно. Здесь никто не переврет. И главный редактору не придется платить деньги за воронье. Что вы ведь прославились отрицательными персонажами. Конечно. То есть вот у балабановских братьев просто там конченый совершенно негодяй. И вообще специализация ваша была на таких вот... Антикиллер, да? На мерзавцах. При этом, даже тогда, до того, как вы еще сыграли Павла и прочее, люди как-то вот вас просто вы... Люди ведь всегда актера... Отождествляют. Отождествляют. Но люди от вас всегда вот перлись. Они смотрели на вас и всегда улыбка появлялась. Это какой-то феномен. То есть они чувствовали какую-то... То есть вы всегда играете, что ли, когда вот вы вне сцены, вне экрана. В жизни. В жизни. Вы всегда как бы ощущаете себя на сцене. И какой-то опыт такого фонтанирующего, харизматичного оптимиста строить... Харизму сыграть нельзя. Правильно. Точно, точно. Вот вы молодец. Харизма... Вот я вас провоцировал. Отлично. Это характер. А харизму нельзя сыграть. Вот я могу даже назвать, что вот... Рената, она харизматична. Литвинова, например. Да. И еще. Почему я ее назвал? Потому что она ярчайший представитель носителя харизмы. И такие есть. А характер-то у нее другой. Так что... Нет, я так живу. Я такой. И хочу быть... Жить или вести себя по-другому. Ну, меня хватает, может быть, на две минуты. Я могу... Иногда собираюсь куда-нибудь на встречу или вот так же к вашему брату тележурналисту. Я думаю, сейчас сяду, буду солидный, такой степенный, важный. Нифига мне не получается. Нет. Харизма в чем-то другом. Другое дело, подыгрываю ли я улыбкам и отношению людей ко мне. Конечно, подыгрываю. Как я говорю, немножко культурным быть нельзя, а немножко хамом можно. Я подыгрываю отношению ко мне людей... к людям, которые ко мне относятся. Очень часто меня встречают, и они со мной здороваются. И я приветствую. Однажды вот мой племянник приехал, мы шли по Москве, я говорю, здравствуйте, здравствуйте, как дела? Хорошо. И Ваня меня спрашивает, а это что, твой знакомый? А это что, твоя знакомая? Я говорю, да нет, чужие. А что ж ты с ними так разговариваешь, как будто они твои соседи? Я говорю, ну они же со мной здороваются. Вы никогда не устоете от внимания вот такого публики? А его не так много. Да. Конечно. Ну можно подумать, не так много. Уверяю вас, это иллюзия. Хорошо, то есть места, куда вы можете прийти и вас там не заметят? Везде. Да ну перестаньте. Если я не захочу, меня не заметят. А, то есть вы должны включать что-то? Обязательно. Мне кажется, наш брат, если захочет, его заметят. Не захочет, не заметят. Я же в метро езжу. Вы в метро ездите? Да. Я в общественных местах бываю, обсуждают и слышу, как вокруг говорят сухоруков, сухоруков, но ко мне не пристают, меня не мучают. А кстати, сколько стоит проезд в метро? 28 рублей, но я езжу по карточке. А что за карточка? Ну хорошая у меня карточка, проездная. А, я просто так отстал. Эй, от жизни отстаёте. А как же, надо подслушивать, о чём говорит народ-то. Надо глядеть, как они, куда движутся. Им там не до нас, этих знаменитых. Нет, они просто никто не может поверить. Они, наверное, по себе думают, вот похож на сухорукова, надо же, но только вот... Езжу, езжу. Дело в том, что как себя поведёшь, так на тебя и мир будет глядеть, и так же к тебе будет относиться. И именно заговорив о моих отрицательных персонажах, конечно, именно плохое я играю. Вот лучшая моя роль, на мой взгляд, это вот, если брать фильм, это про уродов людей. Да, абсолютно согласен. И я, понимаете, я думаю, может поэтому мне из-за этой роли ни одной премии не дали, даже подсчётной грамоты. Хотя я... Ну, Балабанову уж тоже, по-моему, или нет, на кинотавре дали что-то. Он награждён был, и Маковецкий там был весь обсыпан. А мне не дали, а я жалею, потому что роль настолько отвратительная, что я до сих пор не могу понять, как я её сыграл. Я ненавидел единственный персонаж, которого я ненавидел. Хотя были и более жёсткие такие герои, как вот в «Антикиллере», например. Ну, много, много чего было. То есть вы считаете себя недооценённым, в том смысле, что вам не дали премий достаточно, или... К вам же критика очень добра, по-моему, хороша. Я чересчур оценённый. Я настолько... Только вот единственное про уродых людей... Я настолько доброжелательно отношусь сегодня к людям, которые меня заметили, вознесли, придумали. Нет, я сегодня человек, живущий, давно сказал на премию Бога, и мне жаловаться категорически запрещено. Нельзя мне жаловаться. Даже когда мне провокационно задают вопросы. А вот этот человек тебя обидел, а вот она про тебя сказала, а вот он то-то-то-то. Я говорю, я не имею права их проклинать, я не имею права желать им злого или мстить им только потому, что я сегодня... Видит Бог. Или я не понимаю, что это такое, но я счастливый человек. И представьте себе, конечно, жизнь пролетает, как быстрее колесница Зевса. И тем не менее, у меня стоят две ники, два золотых орла, целая галерея призов из Прибалтики, из Европы, российских призов очень много. У меня посуды меньше, чем призов. Но их приятно получать. И вот, надеюсь, вот даже театральные все эти золотые маски, турандоты. Я сыграл царя Федора Иоаннача в спектакле Юрия Еремина в Театре Моссовета. Приходите. Замечательный спектакль. Он небольшой. Первый акт... Иван Грозный и второй Федор Иоаннович. Ой, как мы там играем. Ни одной премии театральной. Ну, что же делать? Судьба. Хотя я знаю, что мы заслужили. А сейчас я в театрале. И Тартюф выдвигался. И я же царем выдвигался в театрале. Тоже не дали. Ну, не дали и не надо. Но зато публики аншлаг. А вы где храните вот эти призы? Как вот они у вас... есть специальные полки? у меня специальная мебель для этого. Я мебель заказывал у своих друзей, чтобы она у меня была такой, чтобы призы стояли на виду. Ничего я не прячу, все на виду. Я мимо них хожу, смотрю, радуюсь и горжусь. А место для телевизора есть у вас? У меня три телевизора. Три телевизора? Зачем? Я же актер. Ну, помимо нашего канала, что вы смотрите? Ой, ну, я редко смотрю, но я ТВЦС люблю, Россия 24, вот это... Правильный ответ. ТВ-24 очень люблю. Конечно, ТВ-1000, фильмы художественные смотрю. Вот. Потом, я не знаю, как он называется, Треугольник-то бегает. То есть вы отсматриваете телевизор для того, чтобы снимать технику, то есть смотреть за вашими коллегами, кто как играет, чисто утилитарное такое или для удовольствия? Вы смотрите просто для удовольствия, да? Мало того, вот у меня есть, опять, почему я возвращаюсь к театральной своей жизни, потому что у меня есть спектакли, они все импульсивные, очень подвижные, и я спать не могу после этого. Я прихожу домой, и, конечно, я покупаюсь, чай пью, я кино смотрю. Я много удовольствия получаю от телевизора, а информации получаю меньше, потому что она мне скучна, и она однотипна, и потом мы на нее влиять не можем, на эту информацию. Нам сказали, и что с этой информацией делать, я не знаю. А тут я включил кино, кино посмотреть. кино нельзя смотреть, петербург, кино надо смотреть. А у меня большой экран. Да? А когда последний раз вы в кино были? Вот просто в зале сидели, как простой, смертный, за зрителями смотрели? А-а-а. А, это вот шпион. Был на премьере шпиона, где сыграл, где танго танцует. То есть это почти год назад? Да где год? Нет, чуть поменьше, наверное. То есть кино вы не ходок при этом? То есть как метро проехаться? Люблю уходить в кино, но вот редко хожу сейчас. Понятно. А что-нибудь вы читаете или нет? Нет, сейчас не читаю. Кроме сценария, вы же сценарий-то, наверное, читаете. Но это, я думал, что вы имеете в виду художественную литературу. Вот открою вам опять еще одну проблему. Понимаете, какая вещь? Когда актеры спрашивают, а что вы делаете в свободное от работы время? Я сейчас старшего сына выпускал 25 листов печатного текста. Порфир Петровича сейчас репетирую «Преступление и наказание» в Театре Моссовета. Я уже от текстов устал. У меня буквы, как мухи перед глазами. Меня уже тошнит от заучивания. И когда мне говорят, что я делаю свободное от работы время, я говорю, конечно, лукаво, игриво. Возьмите любое стихотворение Пушкина и начните учить наизусть. И зафиксируйте время. А тут такие тексты. И, конечно, я читаю сценарии, я читаю пьесы, предложений много. Но я разборчив. Но вы же, очевидно, не заучиваете тексты. Вы же человек импровизации. Вы же наверняка... Нет, импровизация это все равно результат некой программы, заложенной с режиссером. И импровизация не может быть без работы, без процесса. Я учу текст. Обязательно. Я очень бережлив к тексту. Вы знаете, в одном из интервью, вот вы сказали, прям подряд, в одном абзаце, надо быть эгоистом, и тут же, что надо быть жертвенным. Мне кажется, это же противоречие. Либо ты эгоист, либо ты жертвуешь. Нет противоречия? Поверьте мне, никаких противоречий нет, когда в январе, как это Пушкин писал, снег выпал, только в январе. Понимаете, эгоист, про эгоизм, я говорил о том, что я нужен в делах своих, в деяниях своих здоровый, трезвый, ясный, дисциплинированный, а для этого надо ухаживать за собой. Надо чувствовать себя, надо лелеять себя. Понимаете, мы нужны обществу цельные во всех отношениях. А для этого, конечно, требуется эгоизм. Хорошо покушать, выглядеть как надо и так далее. А жертвенным это способность отдавать не жалея, об этом, потерять и забыть. Понимаете, вот только так. Жертвенность это не быть хапугой, знаете как, не жадничать, иметь способность взяли и отдай, еще придет к тебе. Вот как-то не так вот оказалось. Жертвенность это из моей трилогии. Терпение, жертвенность и непредательство. Вы меня запутали, но удовольствие я получил. Мы обязательно все придем, посмотрим на вас. Огромное вам спасибо. Все, да. Да, мне было очень приятно с вами поговорить. Да, еще, ай, как интересно. Вот, мы уложились прямо. Вам надо в этот момент какой-нибудь сигнал. Блюм-блюм. Все будет. Все сигналы будут. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.